Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню! С вами Виктория. Сегодня готовим легкий десерт без выпечки с низкокалорийным кремом. Приготовить его можно абсолютно с любыми фруктами или ягодами. Сначала приготовим крем. Для его приготовления нам понадобится сыр рикотта, сливки, сахарная пудра. Сахарную пудру можно регулировать по вкусу или заменить, например, 1 столовой ложкой меда и экстракт ванили. Вместо экстракта ванили можно добавить сок лимона. В емкости с высокими краями смешиваем 250 миллилитров жирных сливок. У меня сливки 30% жирности и 60 грамм сахарной пудры. И взбиваем миксером на низких оборотах в течение 5 минут до загустения сливок. Вот так. Затем добавляем 500 грамм сыра рикотта. Сыр рикотта это один из самых низкокалорийных сыров, поэтому крем у нас получится совсем не жирный. Сначала немного перемешиваем ложкой и затем взбиваем миксером до загустения. Добавляем 1 чайную ложку экстракта ванили, перемешиваем и наш крем готов. Перекладываем его в кондитерский мешок и убираем в холодильник до использования. И теперь подготовим фрукты. У меня 2 средних манго, они у меня завесили 900 грамм. Манго очищаем от кожуры, убираем косточку и нарезаем на мелкие кубики. Как я уже сказала, можно использовать любые фрукты или ягоды, тем более летом. Такой десерт можно приготовить даже с фруктами, которые у всех растут на огородах. Малиной, клубникой, вишней, смородиной или же фруктами, которые продаются в магазине. Бананы, дыни, абрикосы, персики. Теперь подготовим бисквитную основу для нашего десерта. Я буду использовать бисквит от оставшегося шоколадного кекса. Ссылочку я вам оставлю в описании. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Шоколадный кекс нарезаю на мелкие кубики. Вместо шоколадного бисквита можно использовать любой бисквит или любое печенье. Даже такое, например, как печенье савоярди или дамские пальчики, слегка смоченное в молоке. Подготавливаем формочки, подойдут любые стаканы, бокалы, креманки или даже просто обычные стеклянные баночки. Все готово, собираем наш десерт. Первым слоем выкладываем крем. Вторым слоем выкладываем бисквит. Следующий слой это манго. Его нужно выкладывать побольше. В нем вся изюминка. Затем опять крем, бисквит и заканчиваем небольшим количеством крема. Это очень удобно и красиво можно сделать с помощью кондитерского мешка и манго. Вы только посмотрите, какая красота и вкуснота у нас в итоге получилась. Таким же образом заполняем все стаканы и креманки. Данного количества продуктов будет достаточно примерно на 6-7 креманок размером по 200-250 миллилитров. Десерт с манго готов. Убираем его в холодильник. Получается он очень вкусный, с приятным легким кремом, вкусным шоколадным бисквитом и экзотическим вкусом манго. Это какое-то райское наслаждение. Обязательно приготовьте и попробуйте. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!